Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Подождем, я думаю, пару минут, да начнем. На самом деле, темы никакой нет. Все как обычно. Вопросы и ответы. Пока нового ничего я не нашел интересного. Пишите, в принципе, здесь вопросы. Кого можешь пригласить или что-то новое. Потому что с Пионером сейчас общаюсь. Пионер на данный момент готовит ответы на вопросы. Не знаю, захотят они с нами общаться или нет. Потому что у нас какие-то вопросы непонятные по eBay, по другим моментам, которые, в принципе, их не касаются на самом деле. А что-то интересное, типа изменение интерфейса у Пионера и изменения, там, какие-то я на днях услышал. Что-то никто об этом не спрашивал. Что-то я не видел. Еще планирую по фотографиям сделать. Но там надо подготовиться хорошо. То есть, примеры хороших фотографий, плохих фотографий. Вот. Так что мы в ближайшее время планируем именно сделать лайв по фото. Не хочется повторяться, снимать старые видео по продвижению, по выбору товара. Потому что все, ничего не изменилось. Те же самые старые инструменты, все то же самое. Так что я думаю, просто будем общаться и какие-то новости узнавать. У нас вот уже 20 человек есть. Я думаю, можно и начать. Пишите вопросы тогда. Что сейчас беспокоит, интересует. Может какие-то новости напишите, прокомментируйте, чтобы... Потому что лайв, как и обещал, то есть это стабильно. Понедельник, четверг, если что-то у меня там не происходит. Тоже заменить меня некому. Программа только у меня такая. Ну вот, так что... Стараюсь поддерживать привычку. Все, привычка эта вошла. Да. Отлично. Пишем вопросы, пишем, пишем. Потому что я думаю, затягивать смысла нет. Мне кажется, на двух с половиной часовые лайвы уже надо заканчивать. А так где-нибудь там минут на сорок, на час. То есть самые горячие вопросы разобрали. Привет, привет. И дальше пошли, чтобы никого не задерживать. Пишем, что кого беспокоит, что-то может быть. С каких отзывов начать, сколько их надо для начала. Ну, если честно, здесь, наверное, больше не надо загоняться только про отзывы. Но, как я себе это вижу, это, в принципе, один из ключевых моментов в стадии продвижения товара, запуска товара и всего остального. Даже в реанимации, в принципе, делаем то же самое. Я могу кратко рассказать, что я делал и как я себе представляю. Я считаю, что, чтобы не делать, любые отзывы, любые действия, индусы, там, смерчи, там, я не знаю, ну, все что угодно, короче. Вот, pay-per-click и все остальное, однозначно надо сначала подготовить товар. И надо понять точно, понять точно то, что нам надо обязательно предложить свой товар, чтобы он был более выгодным по сравнению с другими. Или у него правильная цена должна быть, то есть более низкая. Это нормально, ничего такого нет, что аналоги торгуют по более дорогим ценам и все будут думать, что у нас дешевка. Сейчас очень многие продвигают свой товар исключительно, как мы раньше продвигали через купоны, то есть практически в ноль. То есть вот сейчас можете зайти в точилки для ножей, насколько я помню. Там есть чувак, который продает такой же товар, как и бестселлер. Бестселлер, по-моему, там 12-13 долларов, а у этого чувака 6 баксов. Вот, мы несколько раз просто смотрели точилку для ножей. Я еще в те времена говорил, если мы выйдем, не дай бог, на первую страницу с нашими точилками для ножей, и вот смотрели на вторую, на третью страницу, был вот этот человек с 6 долларовами. Я говорю, что мы тогда сможем предложить? Ничего. Мы отказывались все время от этого товара, потому что бессмысленно. И вот уже прошло несколько месяцев, он до сих пор торгует по 6 долларов. Вот, то есть первое мы должны понять, за счет чего должны покупать наш товар. То есть оптимизировать и кейворды, и листья, и фотографии. Обязательно понять, в каком ценовом сегменте мы находимся. И потом уже думать о стратегии продвижения. Потому что стратегия продвижения зависит от нашего товара. То, что сейчас мы с человеком разговаривали, одно дело, вы идете в нишу жирную, опять же, ниже. 120 товаров в день и 20 товаров в день. Вот, надо понимать, если мы идем в нишу 120, даже если мы продвинемся со всеми вытекающими, то есть с индусами, с продвижениями, там, с раздачами, со всем остальным. Но просто даже если мы чуть-чуть ухватим, там, представляете, 30-40 продаж в день. Какой у вас товарный запас должен быть? А в out of stock-то смысл какой-то оттуда выходить. То есть надо тоже понимать свои силы. Одно дело, вы идете, там, с 30 тысячами долларов. То, да, вы смотрите ниши и с одним желательным товаром. То ниши смотрите, ну, такие глобальные. А другое дело, вы идете с 5-6 тысячами долларов. Ну, надо тоже соизмерять желаемое с возможным. Вот. Так что по отзывам я могу одно сказать. Однозначно, конечно, отзывы с выкупом. Отзывы с выкупом делают микро-буст. Если мы стартуем, у нас есть буст амазоновский на старте. Если мы реанимируем товар, у нас нет уже буста амазоновского, но мы можем буст создать за счет искусственных вот этих продаж, так скажем, с выкупом. Ну, потому что мы повысим конверсию, человек будет заходить, делать полезные действия, плюс повышать нам конверсию. То есть он зашел, купил, зашел, купил, написал вопрос, сделал полезные действия. Вот. Сколько? Ну и опять же от товара зависит. Я могу сказать, что мы некоторые товары продвигали с 10 раз дач. То есть продвигали на низко-среднечастотники, они цеплялись за органику, потому что мы правильное предложение делали. И это уже, я могу сказать, под десяток таких людей, вот, которых спокойно они зацепили за свою одну, две, три, пять продаж. Все зависит от ниш. Вот. И понимаете, если вы будете продвигать ниши, где пять продаж в день, например, или двадцать, и пойдем, ну, или тридцать, например, по высокочастотникам. То есть низко-среднечастотники будут генерировать там, например, по пять продаж, то туда легко выйти. А если мы будем сто двадцать и пятьдесят низко-частотники там продаж в день, то это совсем другая будет история. Намного сложнее все это делать будет уже. Ну вот. Так что десять, двадцать, тридцать, сколько можете, я бы посоветовал. Чем больше, тем лучше. Ну, по крайней мере, я так делаю. Вот. Ну, по ситуации. Есть здесь минусы какие, связанные с тем, что у нас всегда есть подозрение, что вот мы там тридцать продаж, тридцать отзывов. Ну, мы делаем на самом деле отзывы очень медленно. С выкупом мы делаем по каждой фразе один, максимум два отзыва в день всего на все. Если у нас правильное предложение, хороший товар, низкая цена, ну, на самом деле правильное предложение, выгодное. А мы что делаем? Мы, естественно, получаем органит. Вот и все. Раньше, да, мы еще купонами разбавляли, сейчас это не получается. Купоны, это без выкупа отзывы только, ну, как бы я всегда говорил, это два случая. Первый случай, это у нас, когда мы делаем, ну, размываем, то есть на старте увеличиваем количество наших отзывов. То есть у нас там, мы заказали 10 отзывов с выкупом, например, и еще там 20 без выкупа. Ну, то есть увеличили массу, что мы такие там авторитетные, так скажем. И второе, это закрыть негатив. Ну, на данном деле сейчас у некоторых на мобилках уже автоматом выходят отзывы только верифай. Соответственно, верифай отзывы без выкупа очень редко получаются. Хотя тоже получаются, как ни странно. Соответственно, их просто не видно. Так что я, в принципе, ну, я не знаю там, для меня, ну, достаточно редко им пользуюсь. Из-за этого купоны мы перестали пользоваться вообще в октябре месяце. То отзывы без выкупа, ну, для меня они практически только, вот, наверное, уже первый вариант, это, как это сказать, ну, то есть увеличить количество, то есть что-то такое вот в этом роде. Думаю, ответил. Так, снизу идем. Соответственно, я, ну, минимум 10. А так, я лично, чем больше, тем лучше. Именно с выкупом. Где хотите, у друзей, у знакомых, где угодно. Если аккаунт зарегистрирован несколько месяцев назад, а товар не завозился, после выбора товара лучше открывать новый аккаунт или пользоваться существующим, это как-то повлияет на продвижение. Не имеет значения вообще. На один товар у вас, может быть, 100 из каю потом будете завозить буст совершается конкретному листингу. То есть, если, например, вы сделали листинг, запустили, он у вас провалился, ну, неправильно запустили, там, пошли учиться и поняли, что вы наворотили много ошибок. Вот у меня сейчас люди, которые у нас на курсе, они как раз делают вывоз товара с Амазона на предцентре, ну, или, опять же, знакомому, как удобнее, и переделывают новый листинг, делают новый шипмент, наклеивают новые наклейки, отправляют обратно на Амазон и заново делают новый, соответственно, запуск товара. А то, что у вас аккаунт, ну, во-первых, на Амазоне нельзя иметь много аккаунтов, и у некоторых людей огромная с этим проблема. Вот, так что аккаунт, он может быть один, а товаров, брендов десятки на этом аккаунте. Так что голоси даже не забивайте этим, просто товары запускать надо, да, правильно, бывает кардинальные ошибки, но некоторые, мы, опять же, советуем, когда делать вывоз товара и рестарт делать. Только в том случае, если товарные запасы огромные, ну, серьезные товарные запасы, и товар перспективный, то есть, если у него есть за что биться, то есть, понятно, что людям дороже будет просто продвигать товар, который опустился очень серьезный, проще рестарт сделать. Вот, а если у людей там вообще, ну, вариантов просто нет, то можно сделать просто микробуст за счет раздачи, за счет индусов, допродать товар, слить его и забыть. Как правильно, как правило, 90% в такой ситуации находятся, просто они заведомо неправильно товар выбрали, просто не доперло, не дошло. Это нормальная, обычная история. Супер Юрл мы сейчас не используем. Ну, как? Супер Юрл можно использовать, конечно, опять же, используете ли вы Супер Юрл при продвижении, если нет, то почему? Ну, когда были купоны, мы использовали только не Супер Юрл, а динамический Супер Юрл. Ну, вот. Тогда это было актуально, сейчас, мне кажется, не актуально. Ну, да, можно динамический Супер Юрл, там, через Amazon взять и раздавать в каких-то тематических группах, там, ну, на сайте, я не знаю, для того, чтобы у нас продвигался товар. Сейчас очень мало этим занимается, ну, я не знаю, я Фейсбук сейчас не раздаю, не предлагаю, тематических групп не нашел, там. Денис Улимченко, он нашел несколько, ну, достаточно какой-то приличное количество тематических групп, барахолок американских, на которых у него товар подходит, он там продает. Ну, опять, он оттуда генерирует, там, я не знаю, там, 10-15% своих продаж. Вот. То есть, это незначительная часть. Раньше мы раздавали, там, десятками. Вот. Так что, в плане Супер Юрл, просто он, ну, пока на данный момент, я не знаю, где его использовать активно. Потому что, если мы делаем те же искусственные выкупы, там, и так далее, мы это делаем по заданию. То есть, мы говорим запрос, ключевая фраза, мы говорим страницы, где находятся, чтобы человек максимальное количество времени находился на Амазоне при покупке, при поиске этого товара. Ну, вот. Супер Юрл динамически неинтересно. Если непонятно, на любой вопрос, который отвечаю, вы просто сверху пишите вопросы. Я буду повторять, то есть, потому что сложно. Может быть, не понял вопрос. Если аккаунт зарегистрирован несколько месяцев назад. Так, мы с этим определились. Привет, кто-нибудь пробовал через поддержку из вопроса лимита по покупке количества товаров в одни руки? Просто у одних есть возможность поставить ограничения, а у других нет. Нет, я на данный момент сейчас скину. Вот только что себе в базу закинул программу. Сейчас я найду. И скину в чат. Вот люди как раз по этому поводу писали. Эту программу я уже себе в эту закинул. Так, что-то я не вижу. Информации много поступает. Но что-то... А, вот программа. Server Labs Max Orgware Quantity Tool. Просто внимательно читайте. Так, я ее скидываю. Здесь как раз люди пишут, что именно для этих целей она и есть. Я до этого слышал, есть какие-то программы, но не увлекаюсь. Не увлекаюсь особо. Так, как здесь прокомментировать, я не знаю. Так. В чат я написал, не знаю как. У меня что-то заглючило. Сейчас секундочку перезагружу. Все, я скидываю. Вот программка, попробуйте. Думаю, поможет. Так. По поводу патентов. Есть ли признак, который указывает на отсутствие, на сопротивление вероятности, на отсутствие патента на товар. Для меня лично на данный момент самые тонкие два варианта, два случая вообще. Это патенты и сертификаты. Потому что очень много всяких моментов, полумоментов, и надо каждым товаром решать по отдельности. Очень сложно. У меня в таблице есть как минимум пять программ, которые выясняют патенты. Но один патентный юрист лучше, чем пять этих программ. Вот. Патентами очень сложно. Вот. Потому что могут даже такая у нас есть ситуация, что патенты люди купили похожий какой-то. То есть, ну вот, например, торгуем мы в какой-то нише. Там идет жесткая заруба. И наши конкуренты просто ищут в патентном бюро аналогичный товар, патентный аналогичный товар. Что-то такое подходящее. И они реально нашли у патента обладателя, наверное, его выкупили и всех забанили. Потому что не банили до этого, а патент там доисторический, например, там, 5 лет тому. Вот и все. То есть, фирма банкротится, закрывается, убирается. И вот так патенты покупают. Это очень сложно, и не надо рассчитывать, что его никогда не будет, например, патентом. Надо к этому бизнесу относиться как, ну, как постоянно движущийся организм, который надо ассортимент расширять. Нельзя рассчитывать на один товар, которым будет всегда заниматься. И трендовые товары, и не трендовые товары. Сегодня есть тренд, да, которого нет. Да, есть товар повседневный спрос, там, конкуренция растет. Вот с каждым днем конкуренция будет расти, как в обычном бизнесе. Сумма, стоимость входа будет всегда расти при повышении конкуренции. Вот, из-за этого 90%, ну, естественно, костный фактор. Почитайте bullet и description. Часто пишут на фотографиях, вот, размещают патент или патент-пендинг. Можно посмотреть, сколько конкурентов. То есть, если вообще конкурентов нет, наводят на мысль, естественно. Вот, из-за этого. Ну, и еще момент, конечно, связанный с тем, что обычный, насколько обычный товар. Насколько он уникальный, то есть, это, в принципе, можно посмотреть. Ну, а так вот, это два самых таких геморрных вариантов. Что с сертификатами, такая же история. Это надо начать, конечно, с производителя. То же самое, запросить у них сертификат. Ну, вот, у кого-то есть ситуация, у меня знакомая была ситуация, что ему китайцы говорят, да, есть сертификат. Он начал уже с ними чуть ли не предопладывать. Он говорит, дайте мне, пожалуйста, сертификат, мне надо их там, как-то что-то там использовать. Они говорят, да, все есть, все есть, не переживайте, все есть. Конечно, в итоге дошло до того, что просто они признались, что у них нет сертификата. Говорят, да ладно вам, зачем вам этот сертификат нужен? Ну, то есть, вот у китайцев вот с таким подходом. То есть, даже если они обещают, берите и проверяйте сертификаты. С патентами вообще китайцам верить нельзя, потому что они издирают все подряд. Просто все подряд. Вообще без разницы, до лампочки. И китайцев нет долгосрочно. Как люди, которые живут в Китае, говорят, что китайцы не заточены в долгосрочной сотрудничестве. Не знаю, мне сложно, трудно в это поверить, потому что я не такой. Из-за этого очень сложно. Вот так говорят. Так что по патентам это только вот косвенные факторы. Смотрим, читаем и на это обращаем внимание. То что, еще раз, вторая проблема с патентами, то что непонятно, что они запатентовали. То есть, вот если пуговицы, там, я не знаю, перламутровые пуговицы запатентовали, а если они будут не перламутровые, а зеленые, например, или черные, и если не 4 дырки сделать опять, или по краям сделать какие-то вмятины. Вот, насколько этот патент работает, не работает. То есть, очень, очень тонкие моменты, только могут юристы подсказать. И очень часто нашему сообществу, в принципе, нужны юристы. Нам тут уже люди скидывают. То есть, надо, надо постепенно, постепенно писать отзывы, как, что это работает, потому что все эти моменты лучше с ними решать. Америка – это страна юристов. Как происходит выкуп, если товар стоит 50 долларов на Амазоне? То какую вам сумму платить? Как это происходит? Немного данных, если можно с тобой. Спасибо. Ну, понятно, стандартно по выкупу товара, я еще раз могу сказать, я вообще не претендую этот сервис, я не занимаюсь там продвижением своих услуг по поводу, например, там, сейчас у нас последняя тема – это открытие категорий, это выкуп товара, ну, то есть, вот, эффективный выкуп товара, или продвижение индусами. Я на этом не специализируюсь. То есть, просто есть такая услуга и все. Если хотите, обращайтесь. То есть, если вам выгоднее, естественно, где-то в другом, конечно, лучше там. Смысл такой, значит, стоимость товара плюс 6 долларов плюс 6 процентов от общей стоимости. Ну вот. Что я здесь могу сказать? Для дешевых товаров все понятно, никаких проблем нет. Чаще всего они не нужны обзорщикам. То есть, я, честно, могу сказать, вот последние, там, мне кажется, месяца 2-3 стараюсь искать обзорщики, мне не нужны заказы на это. Так, поскольку, поскольку так, что у нас достаточно тех же у своих учеников, которым надо это все делать. То есть, мы еле-еле с этим справляемся. У нас небольшие объемы, то есть, там, это не из-за того, что мы такие крутые, у нас такое большое количество, там, базы клиентов. Нет. Просто то, что мы делаем, и как мы хотим делать, мы хотим делать, первое, это безопасно, второе, эффективно. Вот. А не массово. Нам массовость не нужна. Вот. Я за то, что я люблю, там, вещи, которые собраны вручную, а не на конвейере. Вот. Из-за этого, может быть, эффект из-за этого есть лучше. Ну, потому что люди делают это, из-за этого отвечают индивидуальные, конкретные люди. Вот. И из-за этого у нас нет большого потока. Мы, как бы, в этом специализируемся. По поводу дорогого товара, ну, есть люди, которые по 100 баксов товар продают. Ну, что делать? Вы, когда товар выбирали, вы же бюджет закладываете в любом случае. Я в этой ситуации что советую? Я очень против того, что, когда люди начинают перед раздачей, значит, цены опускают, потом поднимают, опускают, не дай бог, купят. Какой-то период времени демпингуете, чтобы все меньше заплатить. Ну, вы, когда по купонам раньше раздавали, если раздавали, ну, то есть и дорогие товары бесплатно раздавали, вам вся сумма вернется на счет, вы заплатите фи и какие-то шесть жалкие доллары, вам еще выгоднее, например, человек за 10 баксов товар, и он ему 6 долларов надо заплатить сверху, а у вас товар за 100 баксов все равно 6 долларов. Так что, да, процент побольше, но и сумму тоже перечисляете, это мы перечисляем тоже все за деньги. У нас, к сожалению, нет бесплатных возможностей переводить деньги там по всему миру. Так что, такая вот история. Дорогим товарам, ну, есть, конечно, ну, 50 долларов – это недорогой товар. Тем более, я не знаю, 50 долларов. Мне интересно, какая у вас себестоимость, а не почему вы продаете. То есть, вы можете опустить цену, например, там, за 20, а может быть, у вас 50 – это минимальная цена, вы продаете там по 150, например. То есть, сложно сказать, надо ситуацию смотреть. Дорогими товарами, ну, да, есть, конечно, схема, там, замутить что-нибудь. Но это опять товары должны, там, не знаю, несколько сотен долларов стоить, чтобы был в этом смысл. То есть, покупать, отправлять какой-то предцентр, опять переупаковывать, собирать какую-то партию, я не знаю, там, несколько десятков штук хотя бы, возвращать назад. Ну, вот. Но, опять, это вы будете платить просто гораздо больше людям, которые этим будут заниматься, накладные расходы, и за это дорогой товар должен быть. То есть, надо закладывать себе стоимость. Денис, как правильно заводить внешний трафик на листинг? Как внешний трафик влияет на конверсию листинга? БСР и туда. На БСР внешний трафик никак не влияет, он влияет на БСР, только на продажу. Вот. На конверсию листинга влияет прямо, ну, что такое? Внешний трафик. Это полезное действие. Ну, по внешнему трафику ситуация такая. То есть, у нас наша конверсия зависит от того, что посещение нашей странички и, соответственно, полезное действие. Полезное действие самое лучшее – это покупка товара. Если совершили покупку, у вас конверсия растет. И растут ваши все показатели. То есть, все ваши ключевики, которые Амазон поймал в кейвордах, которые вы правильно сделали, тайтвы и все остальное. Если у вас конверсия падает, у вас все автоматом падает. Через те фразы, которые у вас происходят покупкой, рост идет больше. Вот и все. Внешний трафик что у нас? Ну, по внешнему трафику классика у нас разговор. Индусы нам делают полезное действие, конверсия не сильно падает. Хотя покупки не совершаются. А вот если идет классический внешний трафик, неважно, Google это будет, Facebook или еще что-то, тогда прям пропорционально. У меня есть товарищ, который очень качественно сделал Google рекламу, Facebook рекламу, сделал лендинг, перегонял туда людей и через лендинг планировал отправлять на Амазон. Не сработало. Были еще несколько попыток, ни у одного человека не сработало. У кого-то не переходили, у кого-то плохо. На лендинг переходит хорошо. Ну, вот тот первый человек, он сделал отлично все это, люди не переходили. Мы посоветовали переделывать лендинг, чтобы он был более простой. Потому что лендинг подразумевает, вроде все понятно. Дешевый трафик мы загоняем с Google, с Facebook. Эффективный, дешевый, чтобы был КТР хороший, все дела. Загоняем. И здесь такая классная страничка, мы ее делаем, как мы хотим. То есть, вот мы представляем Амазон страничку, мы хотим, чтобы было видео бездать нашего товара, мы хотим рассказать о нем, мы хотим сделать нестандартно, необычно, чтобы он... Ну, вот они так сделали. Не переходит. Как давайте сделаем вообще максимально просто, там буллеты. И, соответственно, кнопка огромная, и там видео. Опять не сработало. Убрали этот лендинг, стали напрямую люди переходить, пошли продажи. Небольшие. Ну, там, 5, например, продаж в день. Вот. Товар у нее примерно достаточно дорогой, то есть, там, под 40 долларов. Вот. Ну, неплохо. Жить можно, но, опять, это внешний трафик. А мы все хотим. Никто с тейперклика не живет. Никто с внешнего трафика не все живут с органики. И все с применцкой органики. Но когда мы загоняем, например, через лендинг, и переходят на нашу страничку те люди реально, которые хотят купить, и там будет, например, там, конверсия, там, я не знаю, ну, хотя бы 30%, это уже классно. Один из трех купил, уже 33%, отлично. Если мы напрямую гоним, то люди просто смотрят, например, товар, там, в гугле нажали, в фейсбуке нажали, как я раньше рекламу давал по купону, прямую ссылку на сюда. Просто люди заходят и смотрят, и они нам конверсию убивают. В ноль просто. И у них такая ситуация произошла, что есть продажи через внешний трафик, но конверсия упала, они улетели по позициям, просто улетели из органики вообще. Получается патвая ситуация. Отключить внешний трафик сложно, потому что оттуда хоть какие-то продажи идут, а органики нет, потому что у нас, там, я не знаю, с трехсот заходов, например, пять покупок. Вот такую ситуацию люди себя загнали, и получилось как бы не айс, мягко говоря. Но это вот разные примеры, вот один из таких вот познавательных, то есть патвая ситуация. И как из нее уходить, непонятно. Ну вот, так что так. По внешнему трафик пока негативный отзыв. Для чего делается ограничение количества товаров? Ограничение количества товаров делает того, чтобы некоторые до сих пор раздают товары по купонам, чтобы у них не забрали весь склад. Потому что раньше мы делали как купоны? Мы делали купоны на сумму. То есть, если, например, мы делаем купон, человеку скидываем, и у него там ограничение с одной накладной, то есть у нас есть там ограничение, сколько накладных он может, ну сколько раз выкупать. Ну вот, например, поставим галочку один раз. Он заходит, у него ограничение, например, там 10 баксов. Он купил у нас на 100 долларов, или купил на 1000 долларов, или купил на 10 долларов. У него купон 10 баксов. А потом, не 3 октября, а где-то там 10 октября, нам 3 октября запретили просить отзыв за купон. А где-то 10, в субботу, как сейчас помню, мы начали делать купоны именно на сумму. Перестало это работать и стало на проценты. То есть, если мы делаем, например, 10 процентов, да пускай хоть весь склад у меня выкупят, но за 10 процентов никто не хочет. А если мы делаем 90 процентов скидку, тогда мы поставили в ограничениях галочку, что только одна накладная. Но он и с одной накладной может всю нашу партию там, то есть с 10 долларов он получит 90 процентов скидки. Со 100 долларов, то есть 10 позиций купить за раз, он получит опять 90 процентов скидки. С 10 тысяч долларов, с 1000 наших штук, например, он получит опять 90 процентов скидки. И, как оно там, quantity, соответственно, минимальное количество. У некоторых есть ограничения, а у некоторых нет. Ну и вот из-за этого люди спрашивают. Забыл там quantity, не помню как. Ну, прокладка вот, да, нужна прокладка, но она не работает. Покажите мне прокладку, которая у кого-нибудь работает, то есть, или расскажите, я с удовольствием пообщаюсь, поделюсь своим опытом. Пока ни один человек не сработал, кроме вот этого видео Amazon selling machine там, он там по ушам ездит, говорит, вот. Ну, я вот с американцами многими говорил, некоторые достаточно плохо к этому курсу относятся. Они говорят, там сколько людей разводят, я думаю. Не знаю, может он правду говорит, может нет. Мне сложно сказать. Царапка, да, на первой странице тусуется до сих пор. Так что, может, да, может, нет, я как бы не знаю, мне сложно сказать. Вот, в любом случае, они говорят, вот, бери просто, то есть, с их слов все просто. Мы делали внешний трафик, например, с Фейсбука, хотели предзаказ сделать. Не сработало. Наверное, мы не умеем делать, они, наверное, умеют. С человеком разговаривал. Она говорит, что в Америке, например, трафик гонит отлично, она лично через Пантерест и через Твиттер. Фейсбук говорит для работы, там, для каких-то таких вещей, общения и так далее, а Инстаграм для селфи. Вот, а Пинтерест и, соответственно, Твиттер больше для, именно, трафика для продаж. Так что же, имейте в виду, кто-то, может быть, не туда деньги тратит. Так, еще кемси вопросики. Ну, мы уже видео по всем этим программам сделали. Денис, какие программы, ресурсы, рекомендуйте при ресерче и ослежении конкурентов? Ресерч, я так понимаю, это выбор товара. По выбору товара каждый пользуется по-разному. Я, вообще, не то, что там, приверженец, но очень часто ничем практически не пользуюсь. То есть, у меня при ресерче это Amzasko, вот, но я никому никогда там не бегал, не советовал, говорил там, покупайте. когда работал Мерсмешер, было, в принципе, все нормально. Но в последнее время что-то он совсем стал плохо, работа просто ужасная. А следующий идет Amzasko, даже без, вообще без разговоров. Цена его абсолютно адекватная. Ну, сейчас у меня есть скидка еще на него придачу, так что, плюс он дополнительно дает нам данные, потому что, если я до октября месяца, когда у нас были бешеные раздачи в день, и соотношение продаж к отзывам было, я считал, не актуально, то сейчас это более актуально, хотя я и так могу посмотреть классные продажи и мало отзывов, ну и так понятно. То есть зелененький, не зелененький, ну, но сейчас в любом случае как бы и цена адекватная, и это удобно, плюс они делают там средние, там всякие подсчеты с нормальной программой. Мерчендвордом я пользуюсь просто нормальной программой, можно ей, мы уже Амзаскопом там ну вот, Амзаваном, то есть, вот, но Мерчендвордом мне нравится эта проверка ключевых фраз, потому что бывает их строим неправильно, и я выбираю эти фразы, то есть я забиваю и смотрю, какая по рейтингу выше, то есть по количеству запросов, вот, и через нее прогоняют, вот, а по поводу аналитики, ну, Амзаван, Кейворд Инспектор, зачем еще что-то, ну, если пейпер клик еще, это как бы не, так скажем, не программа, а не ресурс, а конкретно уже инструмент, где продаж просто, кто чем пользуется, ну, то есть я и предпочитаю, то есть у меня вот набор, да, понятно, что можно сонар там взять, но еще говорю, сонар он классный по дизайну, Helium 10, опять же, нужная вещь, у нас все лайбы по этим программам есть, про сонар особо рассказывать нечего, я его не покупал, пользуюсь только именно там, ключами какими-то, ну, честно могу сказать, я больше по тайтлам работаю, чем с сонаром, например, то есть мне тайтлов больше, более достаточно. Амзаскоп, он ищет товар, а Амзе Ван, он именно занимается аналитикой, он парсит позиции свои, парсит позиции конкурентов, то есть следит за ними, вверх мы вниз пошли, ну, вот это разные вещи. А Амзаскоп, это как, как он там правильно называется, смешер, Unicom Smasher, то есть именно смотрим жирность ниши и все остальное, я через Unicom Smasher раньше смотрел, а потом именно Амзаскопа. А Амзе Ван, это совершенно другая история, то есть они это не делают, они делают, у них основная задача на данный момент это исключительно следить за конкурентами, ну, для меня лично, то есть там есть много всяких моментов, но это, у меня есть скидка на Амзаскоп, скидка на Амзе Ван, у меня рефералка, то есть если при покупке минимального пакета, вы получите следующий пакет, то есть очень уже такой серьезный, то есть закупив за 20 долларов вы пакет в месяц, вы получите 40 долларов в пакет, если интересно, могу скинуть ссылку, вот, по Амзаскопу обращайтесь в личку, без проблем, в принципе, да, механизм, просто там рефералку они никак не делают, уже месяц, но там надо все по по колхозному сделать, сказать от меня секретное слово туда-сюда, но я шучу, просто видео смысл это говорить нет, потому что ситуация может поменяться 10 раз, на Амзаскопе все ясно и понятно, по Амзаскопу может быть ситуация меняться просто, да, без проблем, да, что еще интересует, то есть, Больше нет вопросов? Смотрим. Денис, у тебя есть в Китае человек, который может грамотно провести инспекцию? Ну, по инспекции, я уже говорил, есть таблица инструментов в описании группы Facebook вот этой. Там есть список, там, естественно, есть форвардеры, я их разделю сейчас, исправлю, кстати. Это у нас там Сара, Сена и этот Джимми Джимми, танцор диска. А все остальные являются как раз посредниками, работают нормально. Я не могу, не хочу кого-то советовать, потому что в последнее время у меня там какие-то тут проблемы, там проблемы. Я понимаю, в логистике есть там всякие проблемы, вот, так что просто пробуйте, узнавайте, спрашивайте. Вот, мне от этого, так скажем, ну, не хочется на себя ответственность просто брать, чтобы потом этим заниматься и расхлебывать. Вот, а так, в любом случае, там все люди нормальные. Бывают всякие просто шероховаться, то есть, бывает, коса на камень найдет, вот, и начинается там из-за 10 долларов, и мне еще мозг выносить. Вот, так что, я все понимаю людей, конечно, я из-за этого и говорю, что не хочешь советовать, за это отвечать. Вот, а так, там, вот, все в списке люди нормальные. Чем джангл скауты, течет анжескоп, и что лучше? Ну, тут очень сложно сказать. Во-первых, у меня джангл скаут только по поиску товара есть. У меня именно этого нету, как он называется. Ну, не знаю, как правильно сказать, поисковика, жирных нишек, ну, не помню, как они, короче, называются. Вот, у меня его нет, то есть, я не могу сказать цифры, я не сумму. Я знаю, асин инспектор жестко занижает. То есть, у меня, вот, у кого учеников есть асин инспектор, там прям реально, там, в полтора-два раза, тупо меньше, чем все. Все остальные примерно то же самое показывают. Вот, джангл скаут, он 200 баксов стоит, а этот стоит 50. Я думаю, это самое серьезное отличие. Ну, вот. Ну, скоп уже на сколько? Уже полгода. Ну, ребят, можно. Опять же, русская поддержка, то есть, вы к ним можете обратиться, узнать, какие там проблемы. По крайней мере, удобнее. А джангл скаут, я не знаю, можно к ним обратиться. Нет, как они ответят. Насколько они великие. Ну, вот, не могу ничего сказать, с ними не работал. Ну, мне, как бы, все. Вот, в этом, все в деньги, наверное, упирается. В скопе, ну, мне в скопе нравится то, что продажи в день показывают. Ну, некоторым, наоборот, продажи в месяц удобнее. В скопе показывают вот эти соотношения сразу. О отзывах к продажам. В скауте, по-моему, не показывают. Так что так. То есть, в первую очередь, это цена. А так все то же самое. Я еще раз говорю. Я даже, когда Unicorn Smasher нормально работал, я и всем говорил, на Smasher работаю. Просто у меня есть скоп. Ну, есть. Я на нем работаю. Нормальная программа. Мне нравится там размерами. Табличка побольше. И лучше видать все. Ну, вот. В Unicorn Smasher много-много цифр натыкано. Очень мелко все. Мне там неудобно. Вот. Так что, то есть, такие элементарные предпочтения. А работает все примерно одинаково. Я проверил. Мы проверяли. Никакой разницы особо нет. Просто переплата денег и все. Ничем они не отличаются особо таким. Много иллюзий создано по поводу бизнеса на Амазоне. В плане заработка и так далее. На что вообще стоит рассчитывать изначально? Ну, честно могу сказать. Вот, людей запускаем спокойно и выходит на продажу основная масса. И все. То есть, ну, еще говорю. Есть конвейер, есть индивидуальная работа. Вот и все. А так, могу сказать, чем меньше вы вкладываете, тем больше шансов пролететь. Потому что просто у вас не хватит денег на исправление ошибок, на промоушен, продвижение и все остальное. Понимаешь? Я просто не понимаю. Например, вот мы выбираем товар нормальный, где есть что заработать. Ну, он постоянного спроса. Смотрели тренд, мы в тренде идем. То есть, через 2-3 месяца, когда мы его начнем продавать, он будет продаваться как минимум как час, а то и лучше. И в ближайшее время будет подъем этой ниши. И, соответственно, у нас есть маржа. Есть хороший бюджет. Ну, я не вижу проблем, чтобы хотя бы, ну, так скажем, с первого товара не пролететь. Да, может быть, просто не повезти. Может, просто не повезти и нишу упасть. Опять там, я не знаю, 10 человек зашли туда одновременно и пятеро из них демпингуют, как вот я рассказывал про точилки для ножей. Вот, может быть, просто не повезти. А все остальное, ну, дело техники. Один, два, три товара. Вероятность уменьшается, опять же. Я говорю, опять переналичие денег. Запускаются нормально люди, никаких таких вот. Опять же, проблема мог бы с сертификатами, с патентами. Может, что-то это не учесть. На таморне что-нибудь застрять. Какие-нибудь эти форварды нехорошие, негодяи попадутся. Риски есть, рисков много. Ну, и выхлоп неплохой. И никаких там, в принципе, я не могу сказать, что там какие-то создаю иллюзии. Бизнес тяжелый, сложный. Мы против всех. Мы вот эти группы, мы вот общение, в первую очередь для объединения, решения проблем. Даже без вас бы я вот огромного количества людей, тех же, не смог делать отзывы. Ну, просто их нет. Я с октября делаю вот эти вот отзывы для себя, для каких-то знакомых, для какого-то количества людей. Вот, это реально рабочая схема. Вот, а если бы не было вот этого, ничего бы не было. И у нас бы не было конкурентного преимущества, потому что именно отзывы, фиктивные выкупы вот эти, они как раз наши конкурентные преимущества. И, в принципе, если выбрали нормальный товар, нормальный товар еще вот я все перечислил. Жирная ниша нормальная, где есть продажи хорошие. Так что жирная ниша, жирная ниша разница. Вот, потому что деньги там совершенно разные. Представьте, вы в нишу идете, где там 120 продаж в день на первой странице. Ну, какие у вас товары на запасы? То есть, вы с тысячи даже идете, это мало. А основная масса идет там 200-300 штук, там 500 везет. Основная масса. Ну вот, так что бизнес нормальный, просто тяжелый, конкурентный, нужны деньги вкладывать. А к нему надо относиться, не как купили один товар, как мне некоторые сказали, вот у меня знакомый привез там таймер, по-моему, или еще какую-то фигню. Ну, и вот он месяц с него в штуках зарабатывает, он рад. И сейчас, блин, ну если так к бизнесу относиться, то да. Ну вот, я, мне нет, бизнес не интересен. Ну вот, то есть, вот такая. Вот, то есть, вот такая вот история. Из-за этого надо смотреть просто в плане того, что один товар не пошел, второй пойдет. Вот, делайте правильно. Я могу точно сказать, когда вы все пройдете, поймете, там, поучитесь где-то, я не знаю. Если вас нормально научат, вы будете знать, что от чего зависит. И многие реально говорят, да, это мой косяк, то есть, я там, поторопился, надо было по-другому сделать. То есть, я сейчас этот товар досолью, я понимаю, что дальше. И опять же тоже, бизнес, он опять же не для всех. Это момент риска, это должен быть человек с какой-то там жилкой такой, предпринимательской. То есть, в любом случае, это есть риск, есть, ну, надо отлюбиться, надо этим заниматься. А когда мы ходим на основную работу, и здесь хотим как-то подколымить, вот как раз, наверное, из той, вот, тысячи долларов он, наверное, получает, на работе, наверное, там, получает тысячу долларов. И здесь, типа, время тратит мало, и у него удвоение уже, у него уже доход, там, две тысячи долларов, и отлично себя чувствует человек. Вот, ну, рано или поздно это все уйдет в никуда. А может быть, и очень долго продержится. У всех по-разному. Так что, если что, звоните, и, конечно, можно лично пообщаться по этому вопросу. Вот, ну, я вот думаю так. Это мое личное мнение. Как, какой службы лучше отправлять 6 небольших коробок по 10 килограмм из Китая? Стоит работать, разбивать партию до 800 или... Я не знаю, я не транспортник, не форвардер, ситуация разная, опять же. Если вы в деньгах, 9 коробок, то есть, это, наверное, к ним надо отношение, то есть, тут всякие ситуации, опять... Ну, я так понимаю, это все аэроэкспрессом, там, в Кинселе. Не знаю, я не могу сказать, потому что я не занимаюсь логистикой вообще. У меня идеальная история, это когда я найду все-таки таких посредников Китая, которые закрыт мне полностью все вопросы вообще. Многие нашли, многие меняют, многие пробуют, многие... Вообще, вот я в таблицу, опять же, кинул, это просто в Алибабу забиваете АРФБ, например. И все, и вам выйдет так же, как товары компаний по аэродоставке. Все, берите, кого хотите. Кто дешевле там, типа тот и прав. Так, отправляйте им так же балланки писем, и кто вам лучше предложит предложение в данный момент, отправляйте этим грузом. Риски есть, есть, но там все то же самое, те же самые трейд иншурансы, все то же самое. Так что вот там, лайффак, шутка. Вот, так что здесь уже по ситуации я из-за этого не знаю. Я не занимаюсь логистикой, я занимаюсь в основном... Для меня задача одна, выбрать товар и чтобы он продавался. А потом, вот я, например, вот эти услуги даже даю, это вот просто много людей, которых я знаю, которые ко мне обращаются, которые надежные, нормально работают. Вот, я эти услуги как бы, то есть, как больше гарантом, наверное, выступаю. Мне потому что делали, мы проверяли. Вот, то есть, мы себе сделали, человек говорит, можно через вас. Вот, мне там боятся деньги платить там или еще что-то. Ну, давайте, мне там какую-то копейку заработать, а мне. А так, в любом случае, я далеко не все... Я занимаюсь, что, то есть, выбор товара моего, продажа товара, то есть, основное для меня это вот это. А что в Китае, как в Китае, какие там вот эти вот моменты. Я просто с посредниками работаю, также им даем задания. Выбираем, отсеиваем, отсеиваем, отсеиваем. У одного косяки, у другого косяки, то есть, где-то лучше, где-то хуже. Ну, всякая ситуация бывает. Это же и не, она длинная. Время покажет. А может ли озвучить диапазон цен для продвижения? На что, если еще рассчитывать, кроме вложения в товар? Ну, можете просто закладывать, я не знаю, там, как минимум 50%. Это все, что угодно может быть. Может товар зацепиться, может не зацепиться. Если он хорошо пойдет, надо следующую партию срочно ввести. Вот. Что продвижение? Продвижение. Оптимизация лейсинга. Сами вы будете делать или кого-то нанимать. То есть, кому-то деньги платить. Фотографии, то же самое. То есть, сделали свой товар, все круто. У нас следующий этап – раздача товара. Раздача товара тоже зависит от того, какие у вас амбиции, какая у вас конкуренция. Вот вы, например, ваш товар там стоит 20 долларов. Вы демпингуете его, продаете по 12. Фи там будет, например, где-нибудь около, наверное, 4,5-5 долларов. То есть, вы Амазону сразу раздадите, например, 50 штук. Вот, есть 50 долларов, отдадите только фи сразу. Отдадите, например, Сергея за 6 долларов. Ну, там, пускай будет 7 где-то долларов. 7 на 50, еще 350. Вот вы же 600 долларов выкинули. Если у вас это ничего не гарантирует абсолютно, то, что вы, например, будете ротироваться, высоко подниметесь. То есть, да, вероятность есть. Много, например, низко-среднечастотных зацепиться. Но не факт, что высокочастотник зацепится. Вы скажете, я хочу еще два высокочастотника. Еще вам обойдется там 200-300 долларов каждый. Еще 600 долларов, например. Или по очереди, или держать. То есть, вот уже 1000 ушла. Это вот просто по минимуму. И никаких гарантий нет, что все это правильно зацепится. Но если вы до этого выбрали неплохо товар, неплохо, не надо рассчитывать на какое-то там великолепие, какой-то вы там мега-супер-пупер товар, а просто нормальный товар. Ну, а по всем критериям. И следующий этап у нас будет, это продвижение. То есть, если товар сел заточенный, хорошее предложение, и мы еще четко точно продвигаем по тем фразам, по которым надо. Вот, все равно это угадывать. Потому что непонятно, откуда трафик пойдет. И за это мы берем, как бы рассеиваем. Рассеиваем. Ну, вот и все. То есть, вот и закладывается. То есть, для какого-то обычного, супер-обычного товара, 1000 долларов, это нормально. На старт. На старт. То есть, если он не зашел, смотря на сколько он не зашел. То есть, ну, может вообще полный провал. Такое, ну, очень редко бывает, но тоже бывает. Если он зашел, он может быть просто раз и пошел, и все. И до индуса бывает не доходит дело. Я стараюсь лично все постепенно запускать. А на пейпер-клике можно и больше денег потерять. То есть, можно и заработать, естественно, гораздо больше. То есть, во всем есть всегда плюс и минус. Я именно за комплексное продвижение. То есть, и то надо делать, и то. Опять же, если вы качественный пейпер-клик, вы будете людей нанимать. Это тоже стоит денег. Небольших, но денег. То есть, деньги есть. Везде деньги идут. Дубая программа – тоже денег. Аналитика нужна. Тоже I'm the one. Он нужен. Им надо пользоваться, потому что без него, ну, тяжело. Ну, вот. Это мазохизм уже такой. Но если жесткие рамки, вот, то, да, надо… Можно все делать вручную. Есть альтернатива вручную? Бесплатно все делать? Есть. Просто это понижает наши шансы. Каждый, вот, каждый вот этот вещь, это понижает наш шанс. Какую сумму рекомендую, чтобы начать бизнес? Да, я не знаю. Это из той же серии. Каким там… По какой цене товаром торговать? Ну, вот сами подумайте. По той цене, например, и… По той цене, по которой будет хорошая маржа. То есть, коэффициенты, если подходит, то есть, опять же, хорошая ниша. То есть, например, идем мы в нишу, предположим, 20 продаж в день. Ну, 20, наверное, совсем мало. Ну, например, 20 продаж в день, но летом продается по 40. То есть, это уже интересно. Вот. То есть, 20-40, 20 в течение всего года, а 40, например, там, с, я не знаю, там, конца мая по середину августа. То есть, мы сейчас пока раскачаем сюда, сюда еще и сливки снижем. А лучше не 40, а 50, там, ну и так далее. Вот. Мы в этом направлении двигаемся, смотрим, как это все происходит. И в любом случае у нас получается такая ситуация, что мы можем рассчитывать на 20, там, вот эти продаж. Мы определяемся минимальным количеством товара на первую партию. То есть, там, ну, если, например, даже 20 продаж конкурентов, можно рассчитывать, там, ну, например, на 10 наших продаж. 10 продаж – это у нас, сколько у нас доставка и производство? Скорее всего, месяц. То есть, 10 на 30 – это уже 300. То есть, мы привозим товар, и нам надо заказывать следующую партию. Или мы вывалимся в этот стол. Ну, на начальном этапе мы, естественно, не будем столько раздавать и продавать. То есть, это только с середины, там, или с конца, там, первого месяца пойдет. Ну, вот. Вот эти все моменты. То есть, вот у вас две партии уже. Две партии. И вы закладываете вот эти деньги. На продвижение, я сказал, ну, хотя бы тысячи. Это недорогого товара, естественно. Ну, вот. То есть, вот оно и набегает. То есть, там, вот эти вот 5 тысяч долларов, грубо говоря, для, там, по минимуму, оно и набегает. Плюс опять, будете, ну, нанимать консультантов, или будете все это сами, там, дрова ломать. Ну, вот. Из-за этого каждый, каждый случай отдельно. Вот. Основываясь на уже выбранном товаре, какая у него цена закупочная, все затраты, вы уже можете ориентироваться на бюджет. То есть, чтобы аутосток не вывезли, вы, соответственно, анализируете, сколько вам надо первой партии привезти, чтобы повторной, вторая была, товарный запас создать. То есть, ну, вот эти все-все-все микромоменты надо учитывать. И тогда получите сумму. То есть, все зависит от товара. Если вы товар найдете за один цент, привезете его за один цент и будете продавать его по 6 баксов, да, он там будет этуитом, там, я не знаю, ограничение по доставкам, но в любом случае будет все неплохо, у вас там на центре будет несколько тысяч процентов, по крайней мере, вы практически деньгами рискуете, а есть шанс вам зацепиться. То есть, в основном это будет, значит, маркетинг для денег. Без хорошего английского языка на Амазоне делать нечего. Так говорят. Ты как считаешь, общение с клиентами, служа, поддержка, решение спорных вопросов. Английский не помешает, без него можно жить без проблем. Ну, а что делать? Ну, я английский знаю набор слов, у меня все. В школе хорошо учился, но это, что там, прочитал, перевел, пересказал. Все, вот все мои знания. Так что, опять же, это все ограничения. Это конкурентные преимущества. У них конкурент, тот человек, который знает английский, у них есть конкурентные преимущества. У меня свои конкурентные преимущества, надеюсь, есть. Ну, вот. Но у того, кто знает английский, ну, я не знаю. Не сможешь сказать. Мне, честно, могу сказать, я вот продажами все же не занимаюсь, а человек какой-нибудь там, я не знаю, там, профессор, знающий английский язык, он мне не конкурент, ну, знает он английский язык и что. Я же не лезу в его дисциплину, а он что, в мою лезет? Из-за этого, ну, если мне надо, бывает очень сложные моменты, объясниться очень сложно, потому что, как я, перед тем, как, например, суппорт написать, они там ждут, ничего страшного нет. Я просто перед этим фразу готовлю, там, с переводчиками, с этим написал им, а потом уже общаюсь, привет, там, туда-сюда, и мы. А если у меня очень сложная проблема, ну, вот здесь же так же с людьми познакомился, кто английский, я им помогаю в чем-то, а они мне помогают, я просто даю, например, их сотовый телефон, и им мгновенно Амазон перезвонит, то есть я заказываю звонок. Я им говорю, какая ситуация, что они вот один раз мне решили так проблему. И я знаю еще человека, которым решили так проблему. Так что, ну, помогаем друг другу. Если помогаем друг другу, то помогаем. Так что вот так. Меня никогда это не смущало. Мне он никогда не нужен был, если честно. Вот, ну, сейчас вот он пригодился бы, но я не переживаю сильно. С ним бы мне было просто намного проще. Так, час прошел. Давайте-то последнюю пар, последнюю группу вопросов, и тогда уже до четверга. Какие там вопросы есть? Вот. Смотрите. Так. Так, такой. Продолжение следует... 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 то есть там рассчитывать на что-то среднее ну вот я откину самых там 1 2 10 5 там продаж и откину 100 там 80 и 50 и буду рассчитывать свои 20-30 продаж не это устраивает то есть нет такого явного преимущества там и так далее вот принципе я такие вот ниши беру 100 продаж в среднем это круто это там делать нам нечем на старте точно делать ничего сил не хватит вот ну я по крайней туда не идут потому что мне не интересно найти как есть вариант да такая схема например там через индусов или через pay-per-click залезть на первой там странице особенно если такие продажи генерируются там не с одной странице с двух стрелок с пяти постепенно там 20 30 40 50 от каждой странице там 5 4 3 2 ну вот и туда можно залезть и так вот продавать но это все такая тема не неинтересно то есть мне интересно стать так скажем в этой нише с этим товаром сильно продавцом они с барского стола там собирать какие-то крошки потому что будете вылетать вас не будет этих 100 продаж в день вы соответственно индусов упадете потому что держать индусами очень будет дорого и невыгодно и не сможете скорее всего на pay-per-click долго сидеть то есть у вас будут подъемы спады то есть непонятная история то есть не будете понимать что связано то есть это нам быть в полном порядке набраться очень много опыта чтобы в таких нишах работать я считаю на старте такие ниши не нужны то есть до 50 вполне нормальной ниши потому что на старте первый товар если вы будете продавать 10 20 штук это отлично и перспективы есть и знания есть и опыт вы наберете и все то есть есть стабильно органические продажи это уже отлично я думаю все тогда час отработали будем лайвы покороче делать всем спасибо надеюсь ответил на вопросы не забываем лайвы по за лайв у нас как обычно понедельный четверг на будущее буду анонсы делать чисто тех лайвов которые будут какие-то такие серьезные то есть с гостями все работают повторяться не хочется вроде самой основной темы раскрыл если какие то есть предложения пишите просто мне в личку например или здесь группе что-то какую-то тему я раскрывал потому что еще говоря идей на все не хватает дел полно вот просто как бы стабильность признак класса мне кажется вот стараюсь поддерживать все вот эти наши телодвижения все всем пока